МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы назначены представителем Координационного совета по взаимодействию с правоохранительными органами. Скажите, какие сейчас самые главные задачи перед вами стоят? Ну, действительно назначены представителем Координационного совета. Должность это больше общественная. Ну, как и вся наша команда, мы работаем не за зарплату, а за ту идею, которую поддержали люди на митинге 23 февраля. Значит, вчера состоялось совещание в присутствии нового начальника УВД. И Алексей Михайлович сказал, что то, что от него зависит, чтобы это была новая и современная милиция, то есть оборудована современными компьютерами, средствами связи, все прочее, это, говорит, он будет решать. Это его задача. В то же время новый руководитель милиции пообещал, что решительно очистится от коррупционеров милиции, крышевателей, прекратит практику поборов. Знаете, как иногда милиционеры приходили, оплатить счет там и так далее. От всего этого милиция очистится. И вот сейчас мы видим главную задачу в этом взаимодействии, это создать совершенно новую милицию, которая бы устраивала людей, которые бы люди верили, поднять ее авторитет. Вот поскольку милиция однозначно заявила, что они с нами, с городом, с севастопольцами. Ну а как дальше уже будет после референдума, посмотрим. В общем, я имею в виду в правовом поле. Но на сегодняшний день вот такие главные задачи стоят. Пока только с милицией взаимодействие, так сказать, налажено. Прокурора и руководитель СБУ еще не видел. Но я думаю, что и с ними найдем общий язык, чтобы люди прекрасно понимали, что это уже новый орган, которому надо помогать, в том числе и избавляться от нерадивых сотрудников. Ну вот примерно так пока в первый день, что я могу сказать. Как будет идти общая организация, например, ГАИ или ГАИ? Ну пока, опять же, руководитель милиции сказал, что каких-то резких движений не будет, поскольку все мы понимаем, что то, что сейчас мы делаем, это временно, да? Поскольку правовое поле полностью разрушено, в том числе и Верховная Рада Украины, самозванная, как мы ее называем. И когда более-менее будет определен статус города, ну после референдума, ну тогда будем ходить в правовое поле, уже решать эти вопросы в рамках законов или новых законов, если это будет какая-то Новороссия, независимая Украина, или в рамках другого государства. Ну в общем, это решит народ. Где мы окажемся, тогда уже будем решать. То есть на сегодняшний день каких-то резких изменений в структуре, в составе милиции не предвидится. О правовых основах нашего города, на самоопределение, на что мы имеем право, и как это все может происходить? Правовые основы. Ну тут ситуация довольно неоднозначная, ведь правовое поле на Украине разрушено. Разрушено в каком плане? Что, ну вы знаете, да, что Турчинов, он и председатель Верховной Рады, и исполняющий обязанности президента, и Верховный Главнокомандующий, и так далее. Такие полномочия в современной истории были только у одного человека, у Адольфа Гитлера. У других не было. И мы говорим о том, что президент, я хочу подчеркнуть, что говорю не о Януковиче как о личности, а еще о чем-то, а о президенте как о должности. Он легитимен, поскольку в Конституции существует четыре основания о строении президента о должности. Там смерть, состояние здоровья, импичмент и заявление об отставке. Турчинов рассказывает, мне звонил по телефону Янукович, сказал, что он готов подписать заявление. Но в Конституции четко указано, что заявление об отставке принимается только после того, как президент лично огласит его на заседание Верховной Рады. То есть это какая-то гарантия президентской неприкосновенности. Импичмент, там тоже огромная процедура. Там депутаты должны обвинить президента в том, что он совершил государственное преступление, и так далее. После этого свои основания должен сделать Конституционный суд о законности возбуждения процедуры, Верховный суд о составе преступления. После этого двумя тактями принять импичмент, то есть отставка. Никто этого не делал. Президенту просто сказали, ты вор, ты все прочее. И возбудили уголовное дело. И даже пишут, какой-то киевский суд дал разрешение на его арест и доставку для избрания меры пресечения, что совершенно незаконно. Это еще раз подчеркивает, что новая власть, вот эти киевские триумфаторы, они ее подмяли уже под себя и диктуют условия. И получилась, кстати, парадоксальная ситуация. Не знаю, как люди отреагируют на то, что я сейчас скажу. Вероятно, отрицательно. Но парадокс заключается в том, что мы, те, кто сейчас стоим зачастую с российскими флагами, Севастополь, Крым, Россия, там такие лозунги, мы оказались большими патриотами Украины, чем те, кто с украинскими флагами в Киеве сидят. Поскольку мы уважаем Конституцию, которая действовала, мы ее не подмяли под себя. Уважаем законно избранного, сколько он там, 20 миллионов набрал, да? Президента Украины, подчиняемся ему указам и так далее. Поэтому вот такой парадокс случился на самом деле, как бы это ни было смешно. Но получается, что настоящая Украина на сегодняшний день это мы, а не те, кто нам угрожают из Киева и мажут кулаками. Ну, это, я хочу лично раз подчеркнуть, что я выражаю лично свое мнение, не мнение Координационного совета, не мнение адвокатов города, ну, я являюсь адвокатом, вот, поэтому это лично мое мнение. Что касается нашего права на референдум, да, весь интернет заполнен высказыванием руководства Центрального избирательного комитета, политиков украинских, что правовых оснований нет, поскольку нет закона о местном референдуме, и поэтому все ваши референдумы, они нелегитимны, и, то есть, пытаются нам угрожать каким-то образом. Оно действительно так, закон о местном референдуме сегодня не существует. Но право народа, который является единственным носителем власти, решать вопросы на местном референдуме, и оно зафиксировано в Конституции и в других законах. И Верховная Рада, которая не приняла этот закон до сей поры, она же нам и говорит, что вы не имеете права проводить референдум. Ну, как бы, я так думаю, что референдум никто проводить и не будет, это будет какой-то опрос, народный опрос, или там, плебисцит, как угодно. Ну, то есть, ведь что такое референдум? Его решение обязательно для Верховной Рады. Нам признают они, не признают там в Киеве результаты нашего опроса, очень мало волнует. Значит, чем руководствуюсь, когда я так говорю? В международном праве есть такая тонкая материя, я сейчас объясню, почему такое, я саркастически говорю тонкое, как право народов на самоопределение. Почему тонкое? Потому что международное сообщество, да, вот, все мы помним, в 91-м или в 92-м году признало насильственную сецессию, ну, выделение республик из бывшей Угославии, да, признало, все, пожалуйста. А вот Приднестровье не признало, хотя основания одни и те же. Приднестровье до сих пор не признана республика, но, тем не менее, это право зафиксировано в Уставе ООН, это право зафиксировано в Пактах о правах человека, во многих других международных документах. Четко указано, что каждый народ имеет право на самоопределение, самостоятельно определять свой политический курс, культурное, социальное развитие. То есть это норма международного права, которую надо уважать. И мы будем им следовать и проведем опрос, видимо, создадим какое-то специальное положение об этом опросе. Ну, это я предполагаю сейчас опросе граждан. Пригласим наблюдателей, хотят приедут, хотят нет, чтобы волеизъявления севастопольца было зафиксировано. И таким образом, именно руководство с нормой международного права, поскольку на Украине право сейчас практически не действует, действуют какие-то указания права сектора, еще кого-то. Не могу даже понять, что они там делают. И проведем такой опрос, условно говоря, референдум. И когда народ решит, будем двигаться в направлении. А в решении народа я, в общем-то, и не сомневаюсь. На Украине сейчас идет мобилизация. Как реагировать севастопольцы, если даже будут предприятия поездки и будут звонки? Значит, 23 февраля на митинге, вот этом многотысячном, и последствия своей работы, сколько мы там работаем, неделю, дни 10, да, после этого митинга немного, мы не раз заявляли и подтверждали то, что мы не признаем решения и распоряжения киевской власти, поскольку они незаконны. По конституции главнокомандующего, вернее, командующего вооруженных сил назначают президент Украины. А здесь он назначен непонятно, каким способом, каким образом и так далее. То есть, чтобы коротко и ясно сказать, чтобы всем было понятно, никакой мобилизации в Севастополе не будет. Лиц, которые, по мнению украинских властей, тех киевских, уклонятся от мобилизации, никто преследовать милиции, я имею в виду, не будет. Мы не подчиняемся киевской власти и не собираемся создавать свою собственную армию пока. Поэтому те люди, которые получают повестки или им звонят, они могут смело оставаться дома и не ходить на призывные участки. Это однозначно. В командовании сейчас угрожает, можно сказать, военнослужащим. Если они будут переходить на сторону Крыма, то якобы им положен чуть ли не тюремный срок до 15 лет. Командование, значит, то, что не угрожает, это крайне неправильно. Мы готовы защитить людей, которые перейдут на сторону Крыма. И, кстати, вчера в Мегафон, как могли, под штабом этого ВМСУ, Украинского флота, сообщали людям, выходите, идите к своим семьям. Те, кто останется, ради Бога, никто вас преследовать не собирается. Но, то есть, о чем я говорю? О том, что те, кто перейдут на сторону Крыма, под командование заявил Аксенов, премьер, да, новый, о том, что он является верховным главнокомандующим, они будут продолжать службу со всеми, это его заявление, положенными выплатами, пенсионным обеспечением и так далее. Те, кто не хочет переходить на нашу сторону, на сторону народа. Кстати, они ведь принимали присягу народу Украины. Почему они решили, что там народа здесь нет, тоже непонятно. Мы такой же народ, как и тот, который сидит там с другой стороны Днепра. Ну, это, в общем-то, лирика все. И те, кто не захочет, могут свободно уезжать из города, и никто их не будет трогать, преследовать. То есть, вот такая ситуация. По поводу уплаты налогов, по поводу коммунальных платежей, нам звонят севастопольцы, очень интересуются, как вообще это сейчас происходит, куда эти деньги идут, и стоит ли платить? Ну, что касается налогов, я единственное, что могу сказать, что на сегодняшний день налоги уплачиваются, так, как и раньше уплачивались, поскольку, ну, вот в этом месяце Киев выполнился свои обязательства, казначейские, все люди получили деньги. Если они перестанут нам выплачивать то, что обязаны, ну, тогда, видимо, будет решаться вопрос, но это немножко не моя, так сказать, специфика. Я не готов отвечать по вопросам налогообложения, а вот по вопросам коммунальных платежей, ну, всем понятно, да, что деньги – это кровь экономики, и чтобы убирать город, улицы, надо покупать тот же бензин для машин, тот же газ, то есть коммунальные платежи, которые люди делают, они остаются в городе, и хочется призвать, в общем-то, сейчас, в такое тяжелое время, ну, насколько это возможно, платить. Именно коммунальные платежи никуда от нас не уходят, они идут исключительно в город, а те схемы, которые существовали еще неделю назад, откатов, дерибанов, распилы бюджета, они похоронены, их не будет, за это могут не переживать. Каждая копейка, она на счету, и каждая копейка прозрачна, поэтому в такой ситуации, это большая просьба к людям, в общем-то, более сознательно оплачивать коммунальные платежи, поскольку мы не можем превратить город в помойку, мы хотим и продолжать гордиться, что наш город самый чистый, добьемся этого, конечно. Редактор субтитров А.Семкин